В Карелии представлены разные типы болот. На севере раскинулись топки, труднопроходимые. У Белого моря верховые, те, что питаются только атмосферными осадками. В Средней Карелии со сплошным покровом из мхов, а в Зоонежье низинные травяные. Биоразнообразие на них разное. В целом флороболот насчитывает около 500 видов растений. Все они приспособились к жизни в холодной и кислой, бедной кислородом среде. То есть растения, которые растут на болоте, они не разлагаются полностью. Они в своем составе содержат углерод, и они отлагаются в виде вот этой торфяной массы. Год за годом торфяная масса прирастает, и таким образом углерод выводится из атмосферы и переходит в толщу торфа. Трудно недооценить экологическую роль болот. Удерживая углекислый газ, они выводят его из атмосферы на длительное время. Так они уменьшают парниковый эффект. Только представьте, сколько углерода накопило болото возрастом около 10 тысяч лет. Чтобы выяснить это, карельские болотоведы пробурили скважину в Самбальском болоте. Они погрузили бур на всю толщу и достигли минерального дна. Глубина этого болота более 7 метров. Отобранные пробы тщательно изучат. Самбальское болото – одно из самых древних в Карелии и имеет статус памятника природы регионального значения. Всего в республике под охраной порядка 160 тысяч гектаров болот. По мнению ученых, нужно создавать новые охраняемые территории. Мы уже проводили анализ. Конечно, спектр разнообразия болотных экосистем Карелии на существующих ООПТ не обеспечен. То есть нам надо еще создавать целый ряд, особенно болот с видами местных, где у нас есть виды Красной книги России. Узнать о болотах больше вы можете, посмотрев выпуск программы «Тайны карельского леса», посвященной этой теме. Найти его можно в группе телеканала «Сампо ТВ-360» ВКонтакте. Виктория Швецова, Станислав Шведов, Служба новостей.